Четвертая книга Моисея, числа, глава двадцать вторая. И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сеффоров, все, что сделал Израиль Амореем. И весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились Моавитяне сынов Израилевых. И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сеффоров, был царем Моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пифор, который на реке Ефрать, в землю сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня, может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им, переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу, Валак, сын Сифоров, царь Моавитский, прислал их ко мне, сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князям Валаковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья Моавитские и пришли к Валаку и сказали ему, не согласился Валаам идти с нами. Валак послал еще князей более и знаменитей тех. И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валак, сын Сифоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал Раваму Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Муавицкими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слух его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, — Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице, — За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму, — Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? — Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал, — Нет. И открыл Господь глаза Валаму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, — За что ты била ослицу твою вот уже три раза? — Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал Валаам ангелу Господню, — Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. И сказал ангел Господень Валааму, — Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавицкий, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валааму, — Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя? И сказал Валааму Валаку, — Вот я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать, что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириаф хуцов. И заколол Валак Валов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Валовы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...